Песня по праву, потому что у тебя она нам пришла. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие, пребудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Тебе же славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и вовеки веку. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 12 глава. Сережа, разреши меня, одно дело, ребятишек отпустить. Что же их отпускать? Пусть они остаются. Молодежь. Молодежь. Помогу позови сюда. Без нашего письюра разрешения она может не запустить. Союз ребятишек. Вот я книжки принес, подари. Они не вредные, но подержи, подними. Светлана Копылова, она поет как отец один, разбогател маленько, ну предприниматель, и решил ребенка отправить к родне, в деревню. Пусть посмотрит, как люди живут. Аминь. И когда вернулся, через неделю, там сын его отпешил, папа, у нас светельники тут светят, а у них звезды. У нас тут бассейн, а у них море рядом. Ну и дальше все говорит, отец сразу приуныл, говорит. Вот я хочу показать книги, вчера достал. Ну, просьба не выбрасывать, даю бесплатно. И вы их сохраните, узнаете как богатые дурно живут. И никогда не жаляйте, что вы бедные. Посмотрите, золото. Так, у кого дети, я им подарю. Так, вот эта вот книжка, это вам. Слушай. Держи. 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 Вот это это. Так. Люстра. Это тебе. Никогда не завидуй богатым. Ты узнаешь, как они дурно живут. Кому не хватит, кому надо зайдите. Вот такая люстра у дебуновых, по-моему. Нет, это другая. Все. Свободно. Так, еще одну. Там раз включаешь такая, потом другая. Дать тебе. А что-нибудь столечко не есть? Нет. А что-нибудь столечко не есть? А ничего. Это все про светильники. И там вредного ничего нет? Ничего вредного. Какие светильники? Да про христиан. Горячие светильники. Еще 200 вариантов. Да. О, какие красивые. Вот мы горели так вот, как вот эти светильники богатые. Это окна. Окна. И вот светильнички. Видите, а? Все. Держите, это вам. Мне, мне. Вам еще можно. Вам еще можно. В прошлый раз тренировали такие небольшие библии. Открываем. Игнатий Тихонович. А этим роботом то что они подарили? Вот такая же? Нет, не такая. Вот эта лучше. Держи. Бальчики покажите. Бальчики вам интересуются. Мне дарили что ли? Ну, мне дарили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И начал говорить им притчами Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду И выкопал точила и построил башню И отдав его виноградарям отлучился И послал в свое время к виноградарям слугу Принять от виноградаря плодов из виноградника Они же схватив его, били и отослали ни с чем А опять послал к одним другого слугу И тому камнями разбили голову И отпустили его с бесчестью И опять иного послал И того убили И многих других То били, то убивали Имея же еще одного сына любезного ему Напоследок послал и его к ним, говоря Постыдятся сына моего Но виноградари сказали друг другу Это наследник Пойдем убьем его И наследство будет наше И схватив его Убили И выбросили вон из виноградника Что же сделает хозяин виноградника? Придет И придаст смерти виноградарям И отдаст виноградник другим Толкование Виноград означает иудейский народ Который насадил Господь Охрани то, что насадила десница твоя И отрасли, которые ты укрепил себе Псалом 70 59-16 Еще Введи его И насади его на горе достояния твоего Исход 15-17 Под оградою, разумеется, закон Не допускавший иудеев смешиваться с другими народами Башня есть храм, который был великолепен Точилом означается жертвенник На котором проливалась жертвенная кровь Бог отдал народ свой делателям То есть учителям и правителям иудейским Всем в свое время Он послал сперва одного раба То есть пророков, бывших около времени Илии Например, Михея Которого бил он уже пророк Сидекия Читаем об этом в 3 книге царств 22-24 Послал другого Которому камнями пробили голову И таким же образом нанесли полное поругание Можно относить это ко времени Осии и Исаии Послал и третьего раба Что можно разуметь о пророках времен плена иудейского Например, о Данииле и Иезекииле Наконец, Бог послал Сына Своего Который назван Человеком ради Человеколюбия Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника Вывели его вон из виноградника То есть из Иерусалима И умертвили Христос действительно распят был вне города Зато господин виноградника Отец убиенного сына Или лучше сам убиенный сын Погубится делателей, предав им их римлянам А виноградник свой Отдаст другим делателям То есть апостолам Хочешь ли знать, как апостолы Возделали этот виноградник? Прочитай книгу Деяний апостольских И ты увидишь, как три тысячи Деяния 2.41 И пять тысяч душ Вдруг Деяния 4.4 Уверовали И стали приносить Богу плод Кого есть вопросы по этой притче? Как сегодня К нам это относится? К нам это относится так, что Если стали Богу приносить плод Значит, они стали рассказывать о вере своей Иисусе Христе О том, что их ожидает И это к нам относится так, чтобы мы тоже благовествовали Чтобы приносили плод Тех, кто нуждается в этом слове Надо ходить на благовестие Чтобы иметь плоды для Бога И что случилось дальше с апостолами? Вы знаете ихнюю кончину Всех убили Один Иоанн, только любимый ученик Христа Был признан Петра распяли вниз головой И тех пророков тоже побивали камнями Кто нес Слово Божие Кто благовествовал Кто оказывал любовь Ближним своим Обличал ли А почему убили? А потому что наследник А кто убил? А вот тогдашняя Тогдашняя, так скажем Церковная власть Первосвященники Вот, как сегодня это Господь говорит Сдвину светильники эти И отдам виноградник другим Вот Сегодня прозвучала цифра 1257, по-моему, храмов Было разрушено И около 5000 монастырей, если я не ошибаюсь 57 тысяч храмов 57 тысяч храмов 1275 монастырей Разрушено было Вот Почему? А потому что скрыли Слово Божие И не было распространения Монастырей То есть сковали за... Все Плода не приносили И Господь отдам виноградник другим То есть Вот эти вот И стали в России Пожарлять Сообщины Вот И Сегодня мы видим И Евангелие Распространяют Такие как красные Благодатные Благодатное время И нужно держаться И успевать Пользоваться этим Да Вот я еще недавно читал Что Во времена гонений Когда церковь гнали И когда Благоденствие Как сегодня Сейчас То есть все в изобилии Все в достатке Библию Хочешь бери Хочешь вагонами И заказывай Распространяй Вот это Сегодняшнее время В плане спасения Оно Труднее Потому что Многие Охладевают Верой Когда никто не подгоняет Когда нет Вот этого Благовестующего Когда нет Запрета На это И никто Тебе Как бы Врагов Открытых Нету Которые бы Тебя сдавили Ты ясно Понял Что это Враг А это Друг Когда все Вот такое Мешанина Обмерщение Церкви Когда непонятно Кто враг Кто волк В овече К шкуре Кто овца Кто что Многие Просто Кто Не обладают Знаниями Библии Им трудно Разобраться Где истина Где ложь И идут За лжеучителями За этими Тоже многие Шли Которые Христа Распяли И сами Потом кричали Распни Распни Сына И перед этим Кричали Осану Осану Можно еще Вот касательно Того Что Апостолов Которых Убили Они Ну как Сами Даже Не хотели Чтобы Их Снова Как бы Или кто Выкупил Или как На этих Наши Рассказал А вот Как раз Апостола Иоанна Вот Трижды Убивали И они Его Не могли Убить Это Как Камень Они Его Не могли Убить И они Просто Сослали Его Чтобы Он Умирал Один На Острове Откуда Он Потом Вот Эт Апокалипсис Написал Ему Детон Все Все Были Гонимы И Христос Подопреждал Что Если Вы Мои Ученики Будете Как Вы Знаете Что Во-первых Будете Иметь Любовь Между Собою Сегодня Приводили Пример То есть Вернее Перепутал Нет Про Пучок Сегодня Рассказывали Про Ведика Сегодня Потому Что У нас Вчера Еще Надо Снять Были По одному Нам Все Переломают А когда Они Увидят Что Мы Единомысленны Что Мы Община Труднее Обязательно Да И Уже Как Бы Все Только Сжечь Только Только Ведик Это Только Можно Сжечь Его Не Сломаешь У нас Свежий Мы Единомысленны Единомысленны В чем Против Уком Минизма Почему Мы Отделились От Морковской Патрахии Давайте Вспомним Почему Вот Назревает Идти туда Игнатих И говорит Не ходите Туда Это Смерть Это Ад Вас По одному Переломают Как Ломали Я Читал Бойко 99% Не уставили Все Пошли За Деньгами Все В церквах Были Но Детей Ты Согласен Чтобы Дети Не ходили А Ты Ходи Мы Тебя Трогать Не Будем И Все Согласились Как Сатана Делает Чтобы Дети Не Знаем Да Ты Веришь Что Церкви Церкви Придет Конец А Он Придет Потому Что Мы Добьемся Этого Последнего Попа Повесим На Си Все Или Сейчас Умираю Или Вот Просто Ты Веришь 99% На Соблазнили На Детях Детей Жалко Пусть Они Уж Как Это Главное Чтобы Церкви Сохранились Вот И Сегодня Вот Эта Притча Ограда Закон У нас Какая Ограда У нас Каноны Церковные Если Мы За эти Каноны Выходить Не будем Нас Господь Будет Хранить Если Мы Начнем Сами Эти Каноны Попирать То Ничего Не Мы Рассыпемся Да Мы Рассыпемся Плодок Не будет Ветка Отрежется Сгорит В огне Да Марка 12 Глава 10 12 Неужели Вы Не читали Сего В Писании Камень Который Отвергли Строители Тот Самый Сделался Главой Угла Это Ады Господа И есть Дивно В очах Наших И Старались Схватить Его Но Побоялись Народа Ибо Поняли Что О них Сказал Притчу И Оставив Его Отошли Толкование Через Все Это Господь Показывает Что Иудеи Отвержены А Язычники Приняты Камень Есть Сам Господь А Зиждущие Суть Учители Народа Таким Образом Когда Пренебрегли Эти Таким Образом Простите Кого С большой Буквы Пренебрегли Эти Учители Тот То есть Христос Стал Во главу Угла Сделавшись Главою Церкви Ибо Угол Означает Церковь Которая Совокупляет И Соединяет Всех Иудеев И язычников Вот как две стены Одна стена Иудея И язычники Камень Христос Он соединяет Глава Угла Подобно Как и угол Соединяет Две стены Сводя Их Себе Вместе Вопросы Понятно Марка 12 глава 13-17 И посылают К нему Большой Буквы Ко Христу Некоторых Из фарисеев И Иродиан Чтобы Уловить Его В слове Они же Придя Говорят Учитель Мы знаем Что ты Справедлив И Заботишься Об Угождении И Не Заботишься Беда Со мной Я не Выбрасываю Ужас Помогите Они же Придя Говорят Ему А может Это для того Чтобы заострить На этом Внимание Господь Делает Именно Они же Придя Говорят Ему Учитель Мы знаем Что ты Справедлив И не Заботишься Об Угождении Кому Либо То есть Не Человекоугодник То есть Льстят Ибо Не Смотришь Ни На Кого Лице Ни На Какое Лице Но Истинно Пути Божию Учишь Позволительно Ли давать Подать Кесарю Или Нет Давать Ли нам Или Не Давать Но Он Сказал Но Он Зная Их Лицемерие Сказал Им Что Искушаете Меня Принесите Мне Динарий Чтобы Мне Видеть Его И Принесли Тогда Говорит Чье Это Изображение И Надпись Они Сказали Ему Кесаревы И Иисус Сказал Ответ Отдавайте Отдавайте Кесарево Кесарю Божия Богу И Дивились Ему Толкование Об Иродианах Сказали Мы В другом Месте Что Это Была Какая-то Это Ново Ново Явившаяся Секта Людей Называвших Ирода Христом По той Причине Что В его Время Кончилось Приемство Царей Иудейских А Другие Говорят Что Иродианами Называются Здесь Воины Иродовы Которых Фарисии Взяли С тем Чтобы Они Были Свидетелями Того Что Скажет Христос А потом Могли Взять Его И Отвести К суду Но Посмотри На Злонравие Их С Каким Ласкательством Они Покушаются Обольстить Господа Знаем Говорят Что Ты Не Смотришь На Лица Человеков А Потому Не Убоишься И Самого Кесаря Все Это Было Только Лукавством Чтобы Во Во всяком Случае Уловить Его Ибо Если Бо Он Сказал Что Должно Кесарю Платить Подать Они Обвинили Бо Его Перед Народом В Том Что Он Прорабощает Народ Чужому Игу А Если Бо Сказал Что Не Должно В Таком Случа Они Обвинить Его В В В В Народ Против Кесаря Но Источник Премудрости Избегает Их Козней Покажите Мне Говорит Монету И Видя На ней Изображение Кесаря Сказал Что Имеете На себе Что Имеет На себе Такое Изображение То Отдавайте Лицу Изображаемому То есть Кесарю А Божие Богу То есть Опязанность Платить Дан Кесарю Платить Дань Кесарю Нисколько Не препятствует Вам В деле Богопочитания Ибо Можете И кесарю Отдавать Что следует И Богу Воздавать Должное Но У каждого Из нас Есть Своего Рода Кесарь Это Неизбежная Потребность Телесная Итак Господь Заповедует Давать И телу Свойственную Ему Пищу И Потребную Одежду И Божие Богу То есть Посильное Обдение Молитву И прочее Но и Дьяволу И этому Кесарю Брось Данное Тебе От него Как то Гнев Злую Похоть А Богу Принеси Божие Смирение Воздержание Во всем И Прочее Двое Такое Толкование Без Мое А чем Испытать Тебя Господи Чем Как Вернее Десятина и Приношения По себе Знаю Чем больше Отдаешь Тем больше Господь Тебя Благословляет И в духовном Плане И в материальном Как ни Странно Поэтому А некоторые Ну они Здесь В этой притче Они хотели Уловить Христа Как бы Он не ответил То есть Если бы Он разделил То есть Сказал бы Кесарю Они бы Обвинили Как так Ну народ Божий Какому-то Кесарю Что Нас Подыгр Он Окупант Как Сегодня Украинцы На Россию Окупант И что Мы им Будем А если бы Он сказал Богу Отдавайте А кесарю Не давайте О так Ты народ Против Кесаря Против Государства Возмущаешься То есть Вот Не надо Забывать Что Тогда Иудеи Они находились В оккупации Под гнетом Под иглом Им В обязанность Они Как бы Данят Платить Кто не платил Они И в тюрьму Посадить Да Сегодня Не платишь Налоги Не платишь Не Все равно Тебе придет Ничего себе Тебе придет Более молодым Визор Тебе пришел Я плачу Платишь Ты же видишь Государство живешь Закон государства Не ты тоже Исполняешь Кесарю Кесарю Как Барковская Дома Иди И там не заморозили Нет У нас 46% Предприниматель Я ехал Разговаривал 46% Подоходный Медицинский Там Это Страховой Какой Вот 46% Поэтому Говорят Что рабочих нанимаем Говорят Зарплата Какая сейчас минимальная Там 11 600 Это 670 Все Это идет Как зарплата А остальные 10 тысяч То ему еще Это уже Подверг Если говорит Все платить То мне тогда Просто закрывайся Сегодня Это у него Не меньше Чем ООО Если он Нанимает Работников Ну да У меня один И ЧПш Изнажив На него Не меньше Либо Акция Либо 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 С каждого 46% Бирает А мы платили Подоходы До 88 Года Я уже Служил Священном зоне 52,5% 52,5% И еще Оказывается 7% Бездетность В смысле 7% Бездетность Брали Раньше Да Брали Не просто Брали Я с армии Только пришел Устроился На работу Первый месяц Берут Брат пошел У меня в прокуратуру Говорит Ну дайте хоть 9 месяцев Чтобы В первый день Он женился 9 месяцев Считайте Как-то да Логично Ну да Ну закон Такой А девушек Не брали Мы с матушкой 23 мая Расписались За два месяца Ее уже взяли Бездетность Так вот С первого Хотя бы июня Сразу С первого июня Какой Опять же Дай 9 месяцев Да Замуждано Выходить Наверное Была уже Когда на 9 месяц До свадьбы Это уже куда Раньше Возвать Это все Платили Никто не возмущался Ничего Зазнали Платили Бездетность Выходило Где-то 60% Почти А батюшка Вот Который Матери Героине Тем Как это Государство Помогало Помогало Как сейчас Помогает Вы знаете Сколько Детское пособие В Алтайском крае На ребенка В месяц 168 рублей Это если Не многодетная Если Не многодетная Если Многодетная А материнский Капитал Как вот сейчас Был тогда Да Конечно Не было Не было Капитал Нет Капитал А Капитал Капитал Там Капитал Раньше Квартиры Давали Бесплатно Раньше Квартиры Бесплатно Бесплатно Там Первое Чувство Где-то Лазил Пожар Мокрый Батюшка Вот такого Переплета Ты никогда Не видала Смотри Переплет Может быть Я не знаю Лично Пользование Кому Надо Берите Ревизион Второе Второе Серьезно А мне кажется Посмотри Какой Переплет Отдельная книжечка Она Негула Не девается Мягких Отходит На Фрося Отдай Ого Голубя Не отпустите Вы за хвост Не держите Так Держи Вот так Я сейчас Смотри Не дави Сейчас я тебе Дам Дам У нас когда-то На столе Были По 8 штук Сидели Они ели Везу Везут Ели А сейчас Нет В Иоанн Богословском храме Там специально заходишь В клетках с голубями Можешь голубя взять Фотографировать и выпустить 100 рублей стоит Сколько? 100 рублей Что такое внутреннее? 300 рублей Да нет Ну я вот был 100 рублей Он говорит Не меняй Я на Богословском храме Ну значит Не одного А три голубей Да нет А по одному Он один На нас Фотографировался Ты что красишься Весь украшенный Кто не видел голубей? А нет Это я ударю А это я не помню Гляда тихо Что прекратился Болешка нет? Нет Смотри А вы видишь Какой нос у него Совсем не такой Дубоносый Да Это порода такая Не надо Посмотри нос Какой это Это разница большая Ага Это другая порода такая Держи только не урони Сверху крылья Сверху А то он тебе клевать начнет Как вы отличаете их по полу Гендерного блеста Значит вот так вот Если ее берешь за нос Подождите Если она не сильно дергается Ничего так Это самка А если самец Он вот так вот сразу Угибает Ну это так приблизительно Ну коту подержите за нос Это Вот это самец Таким вот он большой А потом Покажите за нос О, вот видишь Нет Смеренный Мир Смерился за свою чисто Смерился за свою чисто Смерился за свою чисто Подобойся к этой Держать Держи Смотри Он красивый Да Вот смотри Какие красивые Это Он тоже не сопротивляется Это разная порода Вот такие вот Конечно Конечно Держи Красавец 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 Ну сильно красивый Будешь держать Ну давайте Кто за мной выносит Тело У нас какие-то Давай Одно Возьми Птичкам Синечкам Носу Ты не держала А эти вкусно летят У нас не гоняются У нас книжки зажравшиеся Вот жирные Каждый день Кормят Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Марка 12 глава 18 по 27 стихи Потом пришли к нему Садухеи Которые говорят Что нет воскресения И спросили его Говорят Учитель Моисей написал нам Если у кого умрет брат И оставит жену А детей не оставит То брат его Пусть возьмет жену его И восстановит Семя брату своему Было семь братьев Первый взял жену И умирая Не оставил детей Взял ее Второй И умер И он Не оставил детей Также и третий Брали ее за себя Семеро И не оставили детей После всех Умерла и жена Итак В воскресении Когда воскреснут Которого из них Будет она женою Ибо Семеро имели ее женою Иисус сказал им В ответ Этим ли Приводитесь Вы в заблуждение Не зная Писаний Ни силы Божьей Ибо Когда из мертвых Воскреснут Тогда Не будут Ни жениться Ни замуж Выходить Но будут Как ангелы На небесах А о мертвых Что они воскреснут Разве не читали Вы в книге Моисея Когда Бог При купине Сказал ему Я Бог Авраама И Бог Исаака И Бог Иакова Бог не есть Бог мертвых Но Бог живых Итак Вы Весьма заблуждаетесь Толкование Берите Серпение Саддукеи Были между Идеями Такие Еретики Которые Говорили Что нет Ни воскресения Ни ангела Ни духа Как люди Коварные Они выдумывают Такую повесть Всем Чтобы ею Не спровергнуть Истину Воскресения Они дают вопрос О том Чего никогда Не бывало И быть не может А что Семь мужей Брали Один После другого Одну и ту же жену Это они выдумали Для большего Посмеяния Над воскресением Так как они В основании Своего вопроса Представляли Закон Моисеев То он Обличает их В незнании Писаний Вы Говорит Не разумеете О каком воскресении Говорится в Писании Вы думаете Что в воскресении Будет Таково же состояние Людей по плоти И душе Как ныне Нет Не так Вы не понимаете Смысла Писания Да и силы Божьей Не постигаете Вы видно Обращаете Внимание Только на трудность Делай Потому недоумеваете Как могут Разрушиться тела Снова соединиться С душами Но для силы Божьей Это ничего не значит По воскресении Жи Состояние Воскрешных Состояние Воскреши Будет Нечувственное Но Богоподобное И образ жизни Ангельский Ибо мы уже Не будем Подлежать Тлению Но будем Жить Вечно По этой причине Тогда и брак Уничтожится Ныне брак Существует По причине Смертности Чтобы Поддерживаясь Приемством Рода Мы не исчезли Но тогда Подобно Ангелам Люди будут Существовать Без Посредства Брака Никогда Не умаляться В числе И Пребудут Всегда Без Убыли Еще В другом Отношении Саддукея Оказываются Неведущими Писания Если бы Они Разумели Его То Поняли бы Почему Сказано Я Есть Бог Авраама Исаака Иакова Что указывает На живых Ибо Господь не сказал Я был Но есть Бог их И как бы Присущих А не погибших Но может быть Скажет кто-нибудь Что Господь сказал Это только о душе Правцев А не вместе О теле И что отсюда Нельзя заключить О воскресении тел На это я скажу Что Авраамом Называется Не одна душа Но совокупно Душа и тело Так как Бог Есть Бог И тело И оно Пред Богом Живо А не обратилось В небытие Далее Так как Саддукеи Не веровали Сколько Так как Саддукеи Не веровали Только В воскресению Тел То и Господь Сказал о телах Что они Живы у Бога А не о душах Последнее Признавали И Саддукеи Обрати Затем Обрати Внимание И на то Что В воскресении Есть Восстание Падшего В землю В прав Но пала Не душа Ибо она Бессмертна А тело Следовательно Оно И восстанет Снова Соединяясь С Единосоюзною Душою Вопрос Вот здесь Говорили Что Саддукеи Вначале Говорили Что они Не верили В душу Помните Такое А здесь Говорится Что они Верили В душах Если Когда он Повторно Дает Загадку Это о душах Сказал Кто-то скажет Не обязательно Саддукеи А он говорит Абрам Называется Не душа Абрам А в совокупности Тело и душа Когда он Жил на земле Вы поняли В чем доказательство Саддукеи Не признавали Нового завета Не было В Ветхом Завете 50 книг Неканонических 39 А они Только 5 признавали Вот Саддукеи Чем отличается Сектанты Баптисты У них Библия 66 книг Цифра Какая У православных 77 7 полнота И вот они Доказательства Начнут говорить А вот в Псалтере Написано Души моей Не оставишь Войда Это Давид Написал Что ты берешь Там Не каноническое Она не каноническая Для них была Апоклиф И доказать им Никак нельзя было Оказывается Можно доказать Там написано Когда Бог Встретился с Моисеем И говорит Я Бог Авраама Исаака Якова Ну и что Я читал А где тут Доказательства Тут не раскрывает Надо понять Смысл в чем А смысл в чем Если у тебя Было Три Сына А они На фронте И погибли Ты не будешь Говорить Я отец Трех сыновей Сейчас Ты скажешь У меня было Три сына А когда Бог Говорит Он не говорит Был А Есим То есть в настоящее время Когда я с Моисеем Разговариваю Я их Бог А они мои дети Так они умерли Но Спорить не о чем Бог сказал Я Есим Там написано Вот это главное Что В настоящее время Я попутно Хотел сказать Вот сколько На земле птиц Ты знаешь Нет И у каждой птицы Не один Там какой-то Номер в ней А много названий Выводят Самый легкий Выполняется Подбор Одного голубя К другому Курицу Очень трудно вывести Новую породу Гуся Еще труднее И вот Когда откроешь Сколько пород И увидишь Как только до голубей доходит Так вспышка Допустим Гусей всего Тридцать Пород В мире Куриц там Тридцать пять А голубей Триста пятьдесят А почему Вопрос сразу А почему В первую очередь Они платятся быстро В год Она два-три Выводка делает Одним Она не останавливается И кроме того Они под рукой У тебя Не там Фазана Ты поймай сначала Приучи А голуби Нужны нет Он не клюнет Ничего Но если на гнезде Она клюет Тебе и крыльями бьет Не дает Прям сразу Только Иисус снесла И у нее другой характер И вот сегодня Когда люди разговаривают За что-то судят Того кто работает В интернете То есть От тебя дети там Не родились Поэтому ты так и смотришь Безразличие Да зачем это Но когда они родятся Дети Ты будешь защищать И того кто изобрел Интернет Тим Бердерсли Молиться за него Не то что А дьявол интернет Так вот почему Христос Вот пример там взял Только голубей Будьте просто Как голуби Почему Ну почему Не воробья Не курицу Не Ну там разные же есть Скворцы Кукушки Только голуби В пример Бог взял А почему А вот Я могу ответить Голуби Я их держу Все время Дело в том что Если ты разорил гнездо У воробья Здесь Он тут не будет Скворца Выгнал из этого Гнездо разорил Он в другое место Пойдет искать Голубь Даже сгорит Все И он прилетает И летает на одном месте Почтовых Куриц нету А почтовые Голуби И показывают Сейчас Большие Это лошадями Там четверка Запряженная В первую мировую войну У немцев Голубя И он На фронте В одном направлении Они могут Дать сигнал Мобильника не было А телефон за собой Не потащишь И они говорят Наши разбежники узнали У русских Там-то-там-то войска Они голубя Привязывают Что там Закрепили Выпустили И он не полетит Куда-то Он полетит Точно К свою голубя Вот здесь Как выходишь На мост И обернись Туда И правее Маленько Там храм И написано Огромными буквами Барнаул И вот приезжают Сюда С разных регионов С Челябинска С Томска С Красноярска С Иркутска И собираются В одно место Голубятники Приезжают Как вот Наши газель Но только Дверка Открывается Сбоку Вся дверь Переоборудованная А там у них Поилки Кормилки Все И когда они Доедут сюда Их фотографируют Съемка идет Прямо Напротив С надписи Барнаул А барнаульские Голубятники Здесь распишутся И вот так Только открывают Двери И они оттуда Я говорю А сколько было 75 И вот они Поднимаются И они даже Круг не делают Только взлетели Иркутские летят Туда Томска туда А которые С севера Точно берут На север А то фурга Его не касается По сегодняшний день Еще ученые До конца не знают Как он Электромагнитные волны Пытались что-то делать Это бесполезно Соломон не знал Вот так ты должен Как бы ни было Трудно Чего-то А церкви божией Не на шаг Люби Господа Никуда И пример С голубя И спрашивают меня Говорят А как думаете В Савстве Небесном Будут голуби Или нет Я думаю Спрашивать не надо Я не знаю Коршун будет Не будет Но вполне будет Почему Потому что Вся тварь Стовокупности На это И мучиться До ныне Что будет Безгуплено Вот две твари В виде которых Господь Сам себя показал А в третьей книге Едры Он молится Едры Господи Из всех птиц Ты избрал Одну голубицу И всех животных Под небесами Ты избрал Из всех цветов Ты избрал Только лилию Из всех народов Ты нас Из всех народов Ты избрал Из всех городов Только город Иерусалим Яви себя Здесь Господи У нас Ни одного Не может Разорвать У нас хоть Единицы Верующие А те Еретики У них Ни одного Нет Верующего Сжалься Над нами Господи Мы твои Избранные Вот Фильм Искупление Когда Захарий Выходит Мы избранный Народ А его Юлы говорят А что Разве мы не грешим Разве нам Не нужен Спаситель Поскольку Открывает Знание Курица Ничего тебе Не даст Птица Собирает Пинцов Под крылья А у ядер Написано Курица Собирается Их пинцов Прямо написано Курица А ты видел Как вот Голуби А теперь Посмотри Как лебедь У нее Обыкновенное Тело И Крылья И как только Она выверла У нее крылья Вот так Изгибаются В виде лодки Они из воды Прямо Нижний край У нее низко Они забираются И она плывет И вот так Два рядом Кораблика Крылья И они сидят Выглядывают Из-за нее Это нельзя Никак объяснить Это Бог заложил Вот это Мудрость Которую Бог говорит Посеряйте Все дышащее Дохвалит Господа А вот что ты любил Вот это Любезное свое Расскажи Вот наш отец Любил гусей Он гусей Души не чаял Во-первых Много мяса И кормить надо меньше Чем куриц Или уток И вот он там У нас в Шарщине Жили воронины И там были утки А мой брат Самуил учился в Шарщине И ему утки понравились И он к отцу Пристал И Давай Давай мы обменяем Денег-то нету На обмен Ну они нам дадут Четыре утки А мы два гуся На отец Да не надо Говорят Это нехорошо На обмен Ну давай Ну отец уступил Больше гуси не водятся Сразу стал падеж И после этого У нас было Гуси Униясь Это вон какие Двенадцать Бывает Двенадцать Всех Выходят До самой осени Здесь как нету Четыре И те болтуны будут Половина Вот Что это такое Неизвестно Я по сей день Не знаю Как заколдовали У нашей мамы В огороде Все росло Абсолютно Кроме Чеснока Чеснок не рос А почему Когда первый раз садила А соседка крикала У тебя варю Чеснок то есть Да есть Дала И дала Как будто сплавила Как бы не садили У нее свои брюква И свекла И огурцы Как говорится Оглобли Бегаем Ребятишки В потемках Мария У тебя все растет Так Она говорит Все Данее Чеснока А у соседки Чеснок прет И прет Как это может быть Не знаю Вот люди Поэтому боятся Говорят Я что-то скажу Он от меня Мой талант заберет Тут не получится Тут надо работать Над этим А он Говорит Сразу узнал Нет Оте лица Одна девочка Она на музыкальном Играла Я не вижу Тут одна У нас чемпионка У нее Около 100 наград Играла Вот Я рассказываю Про то Как она завоевала И всех Вот талант Так Какой талант И она девчонка Там лет 12 Она говорит Талант у каждого Есть А остальное 5% таланта Есть А остальное Подал Какие бы таланты Не были Вот сейчас говорят Кто лучше устраивается В жизни Пятерышники Или троечники 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 Запомнит То другое Смотришь От дочь Это задумал Другое То памятники Делает на кладбище То хоронит И еще что-нибудь Есть такой Перед 12 Вот так Пошли дальше Я к тому побуждаю Чтобы свои таланты Развивали Мне вот еще Такой момент Непонятный Я бог Авраама Исаака Иакова Но В тот день Когда он говорил Парисе Этим Саддукеем И говорит Я есть Не был А есть Сегодня Я Бог Авраама Исаака Иакова Вот в этом смысл Дайте спросить Ну понятно Я есть Вот у меня допустим Сын умер Я отцом остаюсь Нет У тебя нет его Ты скажешь Был Там чашечка Был Я скажу Был сын Я скажу Я отец Ну отставайся Отец Хоть он умер Но я отцом остаюсь Я отец Но сына у меня нет Его убили Если бы было написано Что Авраам Исаак Иаков Дети Божии Тогда есть дети Тогда понятно А то что Бог Про себя говорит Да мол Вот так спорить Я не за счет Тут непонятно Тут форма В каком Прошлом и настоящем Я к тому Что это Мало Доказательством Появлялось Так английский язык Кто знает Ты уже не будешь Утверждать Что ты отец Сколько времен существует Три А у англичан 12 Как же его отец Ну был у тебя сын Как 12 Когда прошедшее Настоящее И будущее А у них так Прошедшее Так я Шел с ним Сейчас Я не просто Скажу В настоящий момент Делаю Вот это еще Там фьючер Добавят Где-то Но зато У них Один падеж У нас Шесть падежей Да еще Семь Звательные Говорим Боже Боже Это Нет такого Бог Бога Богу А Боге А Боже Откуда взялось А это Звательные Обращаются Боже А у них Везя одинаково Спун Ложка Одна Спун Ложки Нет У нас Ложка Ложки Ложки Удать ложкой Думать о ложке А у них Спун 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 И пошел Потом английский язык Международный Он очень легкий У немцев Четыре падежа А здесь Один падеж И они понимают А если Десять ложек Десять ложек Дать Десятими Ложками У них нет Больше ничего не скажешь И все понимают И еще такое Мысль То есть Вы сказали Что там был всех Тварей по паре По паре После Ноя Уже в раю А что по паре Ну я так сказал Я не знаю Я знаю Только в Ноем Ковщеге Наверное не по паре А в Ноем Ковщеге Это по паре Из того Что Бог сотворил По паре Сотворил Бог Для того Чтобы В надежде Что они потом Будут размножаться Там не будет размножаться Значит Не по паре Значит Там побольше Чтобы всем Чтобы всем хватило Чтобы у меня Собачка была У вас То есть Не важно Что Выживаешь Все так и понимают В раме Сколько было Сколько Мы не знаем Мы только знаем Что они не умирали Смерть Вошла с человеком Понимаешь Вот мы рассуждаем Когда наши рассуждения Они приземленные Вот представь Адамцы грешил Вот по человечеству Мой сад Ребенок Ребенок Сорвал какой-то плод Ну Груши Яблоко Что я могу сделать ему Не ловил Не ветки Не отломил Ну единственное Что я ему За пазуху Наложу больше И скажу Зови там Нюрку Таньку Маньку Всем достанется Здесь За это согрешение Умерло уже Больше 100 миллиардов людей Водами все Умирают Не просто Водами Водами Господь Плод какой-то Миллиарды всех людей Да Миллиарды Триллионы рыб Миллиарды разных зверей Все молекулы Сделались смертными Вот почему Жертва Иисуса Одна Умер однажды Достаточно Чтобы если было бы 100 галактик И на всех звездах Были люди И все согрешили Жертвы Христовой Достаточно Чтобы их искупить Мы должны Хотя бы соглашаться С теми мыслями Которые Бог Вложил в это во все А во Христе Все живут Слово все Подчинять все То есть Возможность дана А как это? Никак Вот Я беседую Каждый день С этими мусульманами У меня вот такого опыта Не было Как через час Улетку набрался Сейчас отсылать не надо Ему сказал Вячеслав Делайте Выходите Но не высылайте мне Воскресное Ему больше не высылайте И так понятно Себе выставляйте И у меня новые И новые наработки С ними Вот вчера я беседую Я опять зато А эта книга Ты на что сказал Ты сейчас В чем махнул А я ему Библию показал Библию Так ты Будь свидетель Он топчется На моей книге Я говорю Я показываю Раз Это твоя книга Ты признаешь Сейчас я буду Плевать на нее Можем Ни ее Надо руки Вымыть Пятое сура 47-й 66-й Один о чем говорят Они друг на друга Один спрятался То есть они не знают Совершенно Я говорю Там написано Мы Христиане Называемся Люди Писания А Писание В 7 веке Это сказано Не позже 7 века Ваша книга Это появилось В 7 веке Одна книга была Я показываю Библию И там написано Мы люди Писания И Всевышний Дал нам Ильжил Ильжил То есть Евангелие И вы по нему Должны жить Я по нему И живу А в моем Писанию По которому Жить должен Написано Нет другого имени Под небом Данного человеком Которым Надержало бы нам Спастись Думайте Ребята Где вы находитесь Если будете Говорить не то Даже явится Джибраил То есть Архангел кто-то То написано Да будет и Монафима Галатам 1.8.9 Они сразу Раз выключаются Я только перекрещусь Они как коврем Все падают Но бывает До конца Додержат И что делать Я тебя Никуда не зову Вот я написал В книге Ты подчиняйся ей Раз ты уже Не можешь никуда Но эта книга Говорит У нас Писание Мы люди Писание Хотя это Слишком высокая оценка Писание Как раз В руках Не было у людей Я уж молчу Про это Пускай Вот поэтому Знать А я дальше Начинаю с ним беседовать Ну а вот Как считаете У вас Ваши книги Похожи Говорят Сильно похожи Я говорю Ты знаешь Сколько разночтений Каких Ну одно Другому не соответствует 5216 Это моя наработка Я каждый Сура А я сравнил Со священным Писанием 5216 Расхождения У нас Соломон У вас Сулейман Это один и тот же Ну да Запомним Соломон И Сулейман Один и тот же Дальше У нас Авраам У вас Ибрагим Это один и тот же Один У нас Давид У вас Давут Это один и тот же Один Согласились Слушайте У нас Соломона Три книги В Библии У вас Вашей книге У Сулеймана Ни одной строчки Нету Почему Если вы его признали Данные идут Из Ветхого Завета Из трех книг Даже Одного стиха Нету Ни книги Полное гробовое молчание Почему Речи Авраама Ни одной не попало У нас Псалтырь Давида У вас Ни одной строчки Нет А сегодня Мусульмане Берут Псалтырь И по ней молятся По ней молятся Потому что Самая грамотная Почему Своего нету Не знаю Почему Да потому что Ваш руководитель Брал все На слух Писания не было Это Двадцатилетний Труд Простого рабочего Вот сколько Он стоил На пергаменте Терящая кожа Особая Выделанная И как писали Из свиток на свиток И Когда у вас Переделывали ее Ты не знаешь О чем говоришь Когда переписывали А бывает Истрепится То как только Строчку написал Он пишет И вот так вот ведет Ведет до конца Ты считал Там написано 48 букв И он считает 48 Если 47 Дальше Сразу тормозит Какую букву Я пропустил А за ним Еще проверка будет Напротив каждой строчки Написано Равняется 48 букв Как можно пустить Такой переписки Нигде в мире не делается Как в Библии переписывали Так переписывали Поэтому А если обнаружили ошибки Две или три ошибки Весь свиток уничтожается Проверять больше не будут Ну как сейчас В Ютубе Тебе третье замещание Делать Тебя полностью канал рубит Поэтому сиди тихо Мне уже три раза Делали замещание Ни за что Я одну отбил А две Написал Никто не смотрел Кололи быка Вот его выводят Его привязали У Андрея Это можно снимать Но когда подошел мясник Баркетан И нож моткнул А он лежал ногами Константил Это нельзя А дальше обдирает Дальше режет мясо Это можно В другом месте Игрище сделали В школе Учителя все до нога раздеты Десятиклассницы Все Вот ни одной нитки нет на них И теперь что Надо чтобы друг на друга попали Значит канат дать И чтобы тянули И парни все Вот какое есть Со всем хозяйством И я об этом рассказываю И говорю что До чего дожили-то А мне это в вину Вы поставили эти кадры Ну я поставил-то немного Показать-то где-то Замещание А замечание действует Два месяца Если за два месяца Кажется два Ну два Ну два Ну два Ну да Снимается она автоматически Да От них они выносят порицание мне Если за это время Если еще будет То живое А если вот Вчера кончился срок А у меня новое То то уже не считается То есть тоже умно На меня один Вышел И жалоба Жалоба Что я украл ролик А какой А ГТУ Идут занятия Я в аудиторию 410 Она за мной исчислится Люди мои А Иван Суворов приехал И снимал Священник Как это могло быть Его фамилия Полос 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 Это змей такой По ветвям лазит Как он мог Присвоить Или я мог присвоить Я тогда вижу Что ничего не помогает Я на него все таки вышел Мне указали на кого Я написал Вы Бога не боитесь Вы знаете где эта аудитория В каком корпусе Нет Аудитория за мной исчислится Студенты Кто пришли мои Снимают мой аппарат Как Как теперь он не мой А ваш оказался ролик И он снял Я говорю Я тебе вам книги Он подарок вышел Да ладно Не надо Ну то есть Желаю сделать пакость Но больше такого не было Три было замечания И все с меня сошли Вот так А почему именно семь Почему именно семь лужей Они привели Вы думали Семь это полнота В мире все на семь И они знали об этом Вот ты глазами смотришь У тебя только семь цветов Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый Если ты ушами слышишь Дори, миф, фасоль, оси Нету И на уши, и везде У курицы парень Делится на семерку Там сколько Двадцать Двадцать У голубя Женщина беременность Все делится на семерку Семь не Вот находят когда Новые какие-то там дикари Новый год они там не справляют А другие справляют В другое время Там в июле Но есть три вещи Которые у всех народностей И у всех религий Одни и те же Первое Все верят, что был потоп Значит после потопа Они разбрились с людьми Все одинаково говорят Дальше Все религии верят Что будет страшный суд Отмечать за все Что ты делал И третье У всех семидневная неделя Количество месяцев Часов Все разное Неделя семидневная А почему А в то время Ничего и не было Кроме недели Это сохранили Семь дней А не могли привести Пример Четыре мужа Или три Ну почему Значит не могли Они уязвить Сказали Мало четыре А когда семи семерка Она как табу Неприкосновенная Евреи Надо очень внимательно смотреть Семь уже Мы знаем тут Одной умер А второй Ее уже брать не хотел Ну еще было С ним Откуда появилось Это слово На букву Вот так А то семер Ее как ведьму Боялись Подойти Какой-то осмодей Их души Хотя бывало И такое А у Сары Осмодей Сосватывал ее Книга Тавитта И жених Братщина Выходит Он крутанул Переломил Ему хребет И все Задушил А он как Он не в постель Бросился А Сара Давай помолимся Я беру ее Не удовлетворение Не для секса Не для этого А для Помощницы Чтоб с ней умереть Господи Ты нас благослови Помолился Лег А отец Теста его Он опять слух Послал Идите Скажи могилу Выкопайте Зароем А один заглянул Они спят Спят и обнялись Живой Живой Да слава тебе Господи А дальше Уже началась Разворачиваться Целая история И достояние отдадут И наказывают Доченька А ты пойдешь туда У тебя будут Старые родители Ты слушайся Отказы-то все Какие были Было сказано Ниневия погибнет Сынок Бог Отвратил Но он все равно Погубит ее Рассказал Бог Попозже Так и случилось И он еще не умер Услышал Как Ниневия Была разрушена Ее нельзя было Разрушить По нашему Сказать Высотой до небес Ну ты знаешь Дом какой Сколько здесь метров Ну три метра Больше нету Ну четыре с половиной Нашли скелеты В Индии Мужской скелет Лежит Восемнадцать метров И при том О гигантах И в Библии сказано Когда Соглядаты Это вернулись И говорят Там люди Как деревья Не могли они На двухметровых Сказать так А стены Высотой до небес И будто бы Около ста метров Высота стен была Никакая лестница Не достанет А они узнали Где вода заходит Заранее выкопали Там Перекрыли Вода пошла туда По этому проходу Воина А они там гуляют И в этот день В эту ночь Царь Дарь Дарь был убит Кто там Дарь Это Волтасар И был убит И Дарь его царился Пал город Извести То с одного района То с другого Вот сейчас где Это Чем это В Китае Ну там один выступает Доктор Он посмотрел Ну да Вы думаете Что это Какое-то болото Там малярийные комары Какая-то деревня Вроде потеряют Я думаю Так Вы не знаете Что такое Там Зайсиньцян Это город Город В котором Одиннадцать с половиной Миллионов людей Десять университетов Там народу То сколько В Китае Или миллиард Миллиард Это сейчас заговорили Почти два с половиной И вот там Умерли люди И они быстренько Вот этот штамм узнали Что Все закуборили И в каждую страну Вот эту бациллу Отправляют кому надо Идите испытывайте Узнавайте Какое лекарство делаете Какой умный народ Китайцы Не прятать стали Как у нас Не трожь меня А ты наоборот Что спит Это никого не касается Это не стыд А ничего А что узнали Ты ее отдельно Около лестницы Ты залучил Она только глянула Ты завтра что будешь Он понимает Завтра ее казнят А он видит Она красавица Там ее В пустынном месте Захватил Он сразу руки опустил Отошел Там играть не будут Он мог Она же Пью в руках Уже все Опустела Она пошла И там не будет Просто так Они на чужих Жен скачут А со своими У меня одна Вот переписывается Наталья Усатая Она говорит А если убежал Алименчик Убежал Что ты будешь делать Укрывают от элементов Там не так По всему миру Розыск Такого-то найти Иванов порфирий Его найдут Его в наручниках Привезут И дома на площади Будут драть Ленты вешать с него Корми Еще один раз Бежишь На месте тебя казнят Игра говорит Очень тяжелая Она там живет Знает Бородоволу порот Игра Судьи только один вопрос У ковару Какой рукой воровал Второй Уже не спрашивает А третий Только голова А у нас не знают Что с коррупционерами делать А в Китае Доказано Доказано Его расстрелять Не стреляют В тюрьме Заставляют работать Чтобы он оправдал Патрон Который стрелять будет Как стоимость Патрона отработал Тогда его выводят Дают простить Жена здесь плащет Он министр Министр труда Показывает Тоже его хлопнуло И все Сейчас если сделать В думе ничего не останется Да они вот говорят Депутаты сидят Вот ты смотришь А Путин выступает В федеральное собрание Вот два дня назад Я не могу объяснить Я не могу объяснить это Как только я глянул Зашел Там Матвиенко Как сидит Это все На душе До того тяжело И темно Сделалось Я не могу объяснить Я помолился Дальше читаю 7 тысяч Человек одобрили Там 17 тысяч Или сколько В два раза больше Дизлайк Вниз И вот она Вся шпана Собралась Здесь Котели жирные Посмотрите Какие лица У них загорелые А Путин Там говорит Сколько за детей Скажу На самый богатый Леша будет Сейчас там 10 тысяч Еще добавлять будут Говорили До 3-х лет До 7-и Сейчас до 10-и Видимо платить По регионам В Каннам регионе Своя будет А где Говорит Деньги возьмут А я думаю Вот с этих Которые сидят Учитель получает 15 тысяч Министр образования Сидит 3,5 миллиона В месяц Ну как это И будто бы Зашел Сталин Поздоровался Здравствуйте Товарищ Сталин Да заходите Послушаться будете Будем Так Все думаю Расстрелять Думаю Здание Это Покрасит Зеленый свет А вопрос Можно Да можно Йосиф Федорович А почему Зеленый Товарищи Благодарю Что по первому Вопросу Вопросов нет Что расстрелять Это все знают Зеленый Поехали Марка 12 28 34 Один из книжников Слыша их прения Под собрание Один из книжников Слыша их прения И видя Что Иисус Хорошо Ему отвечал Подошел И спросил Какая первая Из всех заповедей Иисус Отвечал Ему Первая Из всех заповедей Слушай Израиль Господь Бог наш Есть Господь Единый И возлюби Господа Бога твоего Всем Сердцем Твоим И И всею душою Твоею И Всем Разумением Твоим Попросы Отложи А сколько всего Заповедей Это было Вообще Десять А Десять Десять Сколько Тут есть у нас Врачи Кто-то Сколько Костей В человеке Ребрышки Всякие Косточки Ровно Столько Заповедей Вот Как сделано И какая Наибольшая Наивысшая И все Они Исполняют Евреев Вот У меня Какой Он 23 24 25 Написано Прикосновение К мертвым Оскверняет Человека И они Дальше Говорят А допустим Так Я стоял Сидел На лошади А ворона Прилетела Кость С кладбища Принесла И сбросила На меня Я Опоганился Опоганился Так А если Вот так Она села На дерево А дерево Здесь А ветки Складились Туда И она Также Косточку Уронила На меня Кто Виноватый Ворона Или это Это все Записано Если Человек Еврей Туда Приехал Потеряевку И корова Отдает Так Можно Давать Или Отпасти Говорят Если Пастух А если Вдвоем Можно Отдать Они Друг друга Выдадут Какое У нас Понятие Русские А теперь А еврей Устраиваются На склад Вопрос Это А как Она должна Узнать Ворота Открываются Куда На улицу Или Куда На задворке И сколько Там Мужчин Она Говорит Я узнала Шестеро И ворота Открываются Прямо На улицу Тогда Можем А если Туда Нельзя Изнасилуют То есть Они Абсолютно Мелочность Но зато Они уже Там Не спорят Вот Я держу Голубятню И вон Тон Держит За комсомольским А голубятка Нашли Где-то Чей Шагами Мерить Для кого Ближе Так он Оттуда Мерить Шагами Может Метром Они мерили Это Это было В России Умер Человек На меже Там Что пишет Писатель Тургенев Стали Спорить Чей Кому Хоронить Странник Умер На меже И давай Давай теперь измерять Где границ Где он больше лежит Там или здесь Как потеряем Титрикар Или когда Где больше было У старообрядцев Поповцев Или без поповцев Понимаешь Мы думаем Мелочь А по-другому нельзя Этот вопрос Все равно возникнет Вот человек Проповедник И впал в грех Чужой женщины Ну вот Какие-то там Ну вот Ко мне приходит Никто-то Сюда С Валя Барышникова Ее отец Он ушел Пятидесятники У нас такой случай Проповедник хороший Но пал от грех Что делать За хвост Забь яму Он пусть проповедует А у вас там Собрания нет Да кому проповедовать хочет Ну значит Вы не церковь Ну отлучить может на неделю Как батюшка Может сорок поклонов дать Сделали Опять поймали Так поймали только Я был в Америке Я был в Америке И говорят У них там Радио Проповедник И обнаружено было И он признал Плащет в интернете Сиди Не в интернете Плащет За него вся Америка Говорит Да бросьте вы мучить мужика Ну мы ждем его проповеди Ну простите вы его Его опять пустили Но он больше не попадал То есть везде какие-то правила У нас правил-то нет никаких В церковь приедешь Какое правило Вот я зашел В Никольский собор Как заходишь На право Балкиоску Прямо внутри храма И там службы не было Она торгует Я вижу мужик рядом стоит Папироса Дымящаяся в руке В шапке И рядом собака У него на палатке В храме Внутри храма Они видят или не видят Не знаю Я подошел мужику Говорю В храме-то нельзя С папиросой Соб Нельзя А я не знал Он сразу выходит Я что сделал не так Только я вышел за ним Слушка один выбегает Вы что ему сказали Я говорю Сказал что в храме нельзя В шапке Папироса ты Дымит судья Идите к своим баптистам Там порядок наводите Баптистам Причем был баптист Понятно Как за нами следят Я говорю Я же ничего больше не сказал Я сказал Идите к своим баптистам А баптистам тоже Это не разрешат Продолжение Какая первая из всех заповедей Иисус отвечал ему Первая из всех заповедей Слушай Израиль Господь Бог наш Есть Господь Господь единый И возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всею душою твоею И всем разумением твоим И всею крепостью твоею Вот первая заповедь Вторая Подобная ей Возлюби ближнего твоего Как самого себя Иной Больше сих заповедей нет Книжник сказал А вот смотри Подожди-ка Еще скажу Вот У нас батюшка Допустим где-то стоит Или как-то Прозорливый старец К нему идут с вопросами Власий какой-то И он отвечает Ну что Да к матронушке съезди Там помолись Ну у нас детей нет Вот пять лет живем В съезде Другой Сына потеряла Не знаю где есть Ну ты там Крестный ход сходи Еще что-то Стоит он Еврей Старый И вот к нему Подходят молодые Вот мы поженились Все А родители не хотят Чтобы с нами жить У вас есть Тора Писание Считайте Писание Бог да благословит вас А другой не благословляет Друг ей подходит Она говорит Вот такой муж запился Я не знаю что делать Вот есть у тебя Тора Считай Писание Бог все устроит А тут военный пришел У меня не лады там Что-то случилось Есть Писание У него ни одного Другого ответа нет У нас на сто вопросов Ни один священник Не ответит Вот и все Что интересно Я Ивана нашел Там он ссылку делать На какого-то И говорит Он все время говорил Смотрите в Писании Я подчеркнул Указал какая Разница Как радостно слышать Другого нету А вот там Благодат на огонь Вот поехать туда Христос сказал Не там и не здесь А во всяком месте Они как будто Этого не слыхали Не видали И вот лезут туда Как христос в ресторане Покормили Да кормили Это в 10 раз дороже Чего ты молчишь И теперь ходят Они там видят А вот здесь то-то А вот это домик А вот лазарь Лазаревую пещеру А там за деньги Которые рядом живут Закрыли А нам охота В лазаревую пещеру Они немного Там 10 долларов Заплатили Запустим Там везде 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 Деньги Зря тебя не будут И вот поехать Надо туда Что видел Как видел И там Где-то Такое место Такое есть Был алтарь А потом разрушили И пишет Протоиерей Ныне доктор богословия Наш архиерей Туда пополз Под стол И я тоже И у меня На грудный крестик Я его опустил Вот в ямочку В ямочку опустил Туда То есть Он энергетику там цепляет Это говорит человек Перед которым Я всегда шляпу сниму Которой у меня нету Почему? Это общая тенденция Вот такие ноги Отрезанные Вот так вот Ноги отрезанные Ну и Там И митрополит стоит Щеточкой Вином поливают А бак Наверное Шириной Как до стены Вот такой вот Круглый И там воды сколько И он очарает Эти ноги А пальцы скрещают Ну или После Или как-то Как только он сказал Все Как давить Вначале друг друга Ведрами хватает Избочки черпают И комментарии А куда они? Ну куда? Заваривают суп Там то другое Теперь все Это все выставлено В интернете И как люди Друг друга Прямо Вышвыривают И который Корреспондент Он едва вылез Оттуда фотографирует Обмывает ноги Мертвеца Когда к нему Прикоснуться нельзя Ты осквернишься И никто Это правило не менял А у них это вода Святая Как бы считается Да У них как бы Это как за святую Воду сходит Да Ну свой экстракт Но только люди Не написали куда Ведрами каждый Хватает Там большими банками Чарпает через край От присад Такая Там сразу Может 30 Хватает Святой У них Ну вот у нас Как за святой водой Тоже Больше из сих Заповедей нет Книжник Сказал ему Хорошо Учитель Истину Сказал ты Что один Есть Бог И нет Иного Кроме Его И любить Его Всем сердцем И всем Умом И всей душой И всей Крепостью И любить Ближнего Как самого Себя Есть больше Всех Всесожжений Жертв Иисус Видя Что он Разумно Отвечал Сказал ему Недалеко Ты От царствия Божия После того Никто уже Не смел Спрашивать Его Толкование Мне сегодня Ночью Один пишет Я поляк А живу В Литве Я советский Человек Ну тут вся Такая катавасия Я успешный Очень Получаю Там около 3500 Евро И я могу Вам деньги Скинуть Сейчас У меня денег Много Но я Отчаялся Женой Развелся Сижу Дома И не знаю Что делать Просто Ну Интерес В жизни Потерял Всякий Сижу Один Дома И плащу Ему 38 лет Ну я же Еще не старый А на ваш Ролик Толкнулся И у меня Надежда Появляется Теперь Ну я Ему Ночью Не отвечать Некогда Я ему Сказал Ты Выходи По скайпу Вы только Мне скажите У меня На столе Револьвер Режет Я уже Проверил Его Мои Охранники Если Еще Со мной Будет Они Вам Перешлю Деньги А я Выспешу Если Вы Это Не Просто Кривляетесь А то Может Какой-то Сопляк За забором Сидит Сейчас Подделался И игру Эту Вытворяет А я Сейчас Деньги Прошу Нет Вы Завтра Войдите Войдите На меня Нынче Одна Такая Была И Вышена Галину В резке И Платье Купила Показы Длинные Потерявку Собирается И все Как Попросили По скайпу Выдти Сразу Исчезла И больше Ни разы Не появилась А если У человека Чистого Все Вот она Сидит Она Нищем И скрывает Все Есть По своим Именям Спросила Я Ответил Так Так У нас Скоро Дорога Будет На Потеряю Вы Написали Прошение В министерство Я знаю Мне написало 50 миллионов Ну Я забыл Все Ну И мне Звонит Этот Замминистра Две Недели Назад Таким Тихонович Вот Вы Прошение Это Заявление Я говорю Не заявление Мы Прошение А Вот Требование Вы Требование Здесь Мы Не требуем Мы Просим Прошение Дорогу Вы Знаете Здесь Сейчас Дорога Мы В Барнауле Это Значит Это Ну То Что Запланировано Не успевают Там Сделать Не хватает Денег Нету Денег Я говорю Как Денег Денег Полно У нас Где По 12 Миллиардов Воруют Видели Камазом Из квартиры Деньги Вывозят На Камаз Грузят Деньги Один Миллиард Возьмите У них И нам Хватит Дорогу Сверху Боков Еще Позолотить Позолотить Точно Он Вдохнет Ну Это Вещи Там Они Там Делятся Попросите Поделитесь Там Один Миллиард Один Километр Дороги Стоит 20 Киллионов Я говорю Нам Не надо Нам Просто Вот так Насыпьте И сверху Гравием Присыпать Чтобы Можно Было Да Понимаете Это Вся Земля Она Частная Надо Участников Выкупать Ее Ничего Себе Я говорю Крым Без Выкупа Взяли Да потеряем 16 километров Какое Выкупать Ну Нет Ну Вы Вы Отказали Нет Ну Мы не Отказали Мы Написали Что Нет Ну И Ладно Мы Будем Возможности Дальше Искать Ну Сейчас Обратимся К Министру Транспорта России Значит Нет К К Лидеру Значит Единой России К К РФ Жириновскому Там Миронову Каждому Это Прошение Кто Нибудь Да Откликнется Может быть Я говорю Ну Это Ваше Дело Конечно Ну Вот Я Знаете Я Вот Сижу Сейчас И Я Не Успеваю Только Писать Ответы Что Там Кто Пишет Это Вот Сейчас Вам Готовлю Ну Присали Письменный Ответ На полном Листе Описали Все Там Невозможно Наши Где мы просим Дороги Там Дороги Нет Дорога Есть Которая От нас До Корщина На Карте Есть Дорога Здесь Дороги Нет До Постепного Есть Она За За Озером На Карте Нет Там Уже Нас Сделано Перестройки Была Это Они Врут Миллион Миллион А Переезд Сделать Переезд Только Делать А А там Переезда Вообще Не надо Делать Там Все Нет Он Говорит У нас Переезд Рабочий Он Потом А Правда Рабочий У вас Переезд Значит Он Смотрит По Компьютеру Рабочий Переезд Я говорю Рабочий Переезд Там Ничего Не Надо Ну Надо На Месте Это Сейчас Что Нам Нанять Там Как Проект Не Как Сейчас Только Дорогу Чистить Ну Что Может Бульдозить Встретите Ну Пожалуйста Как Можем Договориться Вот Это За озером Которое Дамба Идет Там Береза На ней Вырос И Они Выдержат Готовы Уже Насыпаны И Началась Перестройка А Которое Делала Дорожная Организация На Всех Наложили Пене Забы Скрипера Которые Они Все Перерезали На Металл А Дальше Потеряевка Идет Считай До Несчастника Никакой Накупать Не надо Это Все Вранье А Наталь Насыпь Уже Есть Весной Будет Сейчас Ничего Не Проедешь Ничего Посмотрим Весной Будем Опять Так Вы Можете До Президента Пойдем Потом Будем Международный Суд Будем Просить Ну Ну Как Я Потом Написал Письмо Путину Государственную Думу Генеральному Прокурору И Министерство Юстиции Заступился За свидетелей Иеговы Что Несправедливо Их Отняли У них Все Это Несправедливо А дальше Начали Баптистов Теребить Уже Незарегистрированных А там До нас Доберутся Вы слышали Этот Немерлер Сказал Немерлер Когда Гитлер Начал Арестовывать Коммунистов Я не Заступился Я не Коммунист Стали Евреев Хватать А я не Еврей Стали Правосоюзных Деятелей Подбирать Я не Правосоюзные Деятели А когда Пришли Меня Арестовывать Уже Никого Не Было С Так Это Все От нас Зависит Если Мы Решили То Я думаю Так Написать Владимир Владимирович Как Мне Видится У вас Хорошее Отношение Главой Администрации Чечни Рамзаном Охватывающим Кадыров Я Правильно Понял А там Главный Проспект Имени Путина Я Нигде Больше Не Видал Такого Вы С ним Дружите Почему Ему В чем Не Подражать Не Только У вас Учиться Но И он Не Дурак Почему Он Сумел Запретить Аборты Во всей Стране Нигде Больше Этого Нет Сейчас Говорят Платить Надо За Время Перестройки Уничтожено Официально Аборты Были 120 Миллионов Миллионов Это Второй Мировой Войне Все Страны Мира Вместе Потеряли 55 Миллионов В утробе Матери Погибло Две Мировых Войны Он Говорит Это Одна Из Проблем Потеряш Сидит На Первой Скамейке Это Понимаете Что Это Демографическая Катастрофа Демографическая Демографическая Ну И Говорит В 90 Годах У нас Было На Семью 1,19 Сотых Ребенка А Сейчас А у мусульман Стабильно Идет На каждой Семью В среднем 8,1 Что Непонятно Как Отец Дмитрий Смирнов Говорит Здесь Другой Народ Будет Жить А Зачем Он Нужен Народ Он И Жил Себя И Вот Если Я Там Кадры Быстро Меня Из 100 Человек Первый Меня Видит Еще Не Разговаривал Сразу Матерком Из 100 Человек Примерно 95 Матерками То есть Вся Нация Поражена Засловием Сквернословием Все Кто бы Он Ни Был Женщина Молодая Девчата Пацанята Маленькие Все Матерками Бог Не Может Бесконечно Терпеть Не Вечно Духу Моему Быть Пренебрегаем Все 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 Духа Моему Бесконечно Небрегаем Зачем Пример Это Что Я Я Я Это Это Не Для Вас Я Вас Не Хочу Даже Духу 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 Крис Наблаженную И Пренепорожную И Матерь Бога Наш Редом Честнейшую Херувим И Славнейшую Без сравнения Серафим Безысления Бога Слова Росшую Сущую Богородицу Тя Величаем Помолись Господи Благодарю Тебя За прошедшие занятия За день воскресный За возможность Собраться Нам Вместе Благодарю За это Медное Время Дарь Господи Нам И Дальше Собираться Вместе Дальше Находиться В единстве И Свободе Господи Слава Тебе За все Веки Ох Господи Даже Омень не могу Сказать Стоишь Рядом Около Ухо И Говорить Неслышно Так Кому Вот это Отдали Забирайте Загуляевы 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 Уезжали Уже Куда Занеси Им Положи Они В комнату